И снова здравствуйте. Мы продолжаем наши прямые эфиры на Укрлайф ТВ. И сегодня наш особый, особенный, я бы сказала, формат, это наши политические вечернити. Это наша вторая программа. И у нас сегодня в гостях, я начну слева, Виктор Небоженко. Здравствуйте, Виктор. Владимир Фисенко. Приветствую вас. И Александр Мартынинко. Добрый вечер. Да. Никого из них, конечно, представлять не надо, потому что вы их всех очень-очень хорошо знаете. Но что я вам хочу сказать. Последний день зимы. Вот зимы такой какой-то долгой, предвыборной зимы. Вы вот чувствуете, что весна уже как-то в окошко задувает или нет? Скажите честно. Давайте иначе. Давайте иначе. Это как бы февраль заканчивается, да? Да. В феврале там всякие события были. Там были даже такие, как 14 февраля, вы знаете, такой. Это день влюблённых. Но тут я не думаю, что кому-то из мужских мужчин это грозит. И 23 февраля было, да. Уже у нас как бы почти забытый праздник. День влюблённых. Это постоянная, каждый год угроза мне лично. Потому что 14 февраля в прошлом столетии я родился. Это день моего рождения. Давайте выпьем за день. С днём рождения тогда, да. Да, вот это хорошее начало программы. Виктор. Кстати, февраль богат на именинников в политике. Я вот припоминаю это про 23 февраля. Вспомнил, да. Двое это было. Да, да, да. Виктор Андреевич, если не ошибаюсь. Ющенко, да, да. И Пустовотенко, да, да. В один день вот это надо что-то угрозило. Кстати, это так вот. Так уж может быть стихийно получилось, вот благодаря Виктору, но такая астрология специфическая, политическая, да. Сейчас это как-то меньше заметно. А вот раньше была концентрация таких вот именинников. Августовские у нас были львы такие, да. Потому что Кучма, Мельченко, по-моему, в один день тоже. Медведчук. Да, тоже, да. Кинах, по-моему, где-то в те же, да. То есть вот в 90-е годы была там концентрация. Потом вот получилось, что именинники 23 февраля. Да, сейчас как-то более разреженно это произошло. Но про весну и про конец зимы, про весну. Вы знаете, вот я думаю, что очень уместная аналогия из смены сезонов. Хочется уже весны. Хочется потепления. Пусть это не воспримут как политическую рекламу. Даже не буду называть кандидата, который там призывает к позеленению. Хотя есть зеленение, которое многим, наверное, понравится. А зеленение вообще-то очень хорошее. Совершенно верно. Да, но на самом деле вот в чем проблема как раз вот нынешнего периода, конец февраля, там потом, и весь март практически. Потому что неустойчивость. Знаете, то холодно. Причем морозы могут быть, и снегопады могут быть сильные. А вдруг солнышко вышло. Вот я только что вернулся из Берлина. Там вот вчера было 15 градусов тепла. У нас сегодня тоже так солнышко, да, и весной пахнет. Но опять обещают похолодание. И вот это вот качели, то холодно, то тепло, и солнышко манит. Вот в этом весь смысл нынешней политической ситуации. Непонятно, что оно будет. Весна, наверное, настанет. И потеплеет, и все мы выдохнем, но и похолодать может. На самом деле, поскольку Украина находится на границе двух миров, как известно. А где какие двух миров? Ну вот этого, который, где совсем холодно, и где тепло. Вот где Володя был. И там, где минус 15. Ну там тоже колебания есть. Там колебания, но там плюс 15, а вот там минус 15. Поэтому у нас ноли и мокрый снег постоянно. Потому что мы на границе, как раз приходит то один, то циклон, то один циклон. Поэтому мы так и мучаемся. Всю жизнь это, кстати, не только сегодня. Я думаю, что это всегда. Просто с тех пор, как Украина появилась. А по поводу весны, я помню, когда-то лет 15 назад, на одной политтехнологической игре, перед какими-то выборами очередными, играли в новый блок. Ну и знаете, как собираются народы. Там начинает программу придумывать, ходы придумывать. Разные детей собирали. Детки играли. Так вот, на этих выборах политтехнологических играли в блок весна. Классное название. До сих пор у меня было удивлено, почему его никто вообще не использовал. А недавно услышал, не то в Польше, не то где-то в одной из восточной рубежской стране. Вы пустили, вспомнили про эту идею. Я не удивлюсь. Может, к парламентским... Они нас осенью. Вот в чем беда. Не важно, так осенью... Дело в том, что, Володя, осенью весна наиболее востребована. Потому что, когда холодно, противно начинает срываться, весна – это мечта. Весна – это... Позитивные эмоции, да. Конечно, это же рассвет, это все распускается, разбухает, как известно. И поэтому, мне кажется, это из несбывшегося, что называется. А почему, интересно, не реализовали? Классная идея? Да потому что... Нет, тогда это было просто как игра, это даже не для... А вот почему не реализовали вообще, я не знаю, потому что, видимо, фантазии, с фантазией проблемы у людей. Ну, представьте, слушайте, я просто в предвкушении. Значит, блок «Весна» или партия «Весна» против партии «Осень», а там и зима рядом. Нет, «Весна» побеждает, мы знаем. Да, да. А лето почему нет? Да, у нас, я думаю, найдутся сторонники всех сезонов. Весна просто наиболее приемлемый для всех, потому что это, в любом случае, надежда на будущее. Да, это распускание, что лета – это жарко, осень – это мокро, а зима – это холодно. Нет, 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 осень – это еще и урожай. Да, правильно. Осень – это недооцененное. Блок аграрников я предлагаю назвать именно, да, осень. Осень – это уходящая натура все равно, это уходит натура, а весна – это приходящая. Поэтому для молодых, особенно, политиков, я думаю, что это очень перспективная штука. Но, да, причем, можно потом разные фракции быть ранее, среди весна, позднее, май, июнь, май, и апрель, и март. Да, разные. Просто к сезонам, я вот, очень правильно, вот эта коннотация, связь между сезоном и эмоциями. Меня когда спрашивал один западный журналист во время Евромайдана, почему у вас Майданы всегда происходят? Нет, 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 это здесь у нас было, это было в январе, по-моему, 14-го года. Холодно, естественно, да, морозит, снег. Почему у вас Майданы все время происходят тогда, когда холодно? Пусть происходит весной или летом, всем было бы хорошо, и протестующим, да и журналистам особенно, не надо на морозе снимать. Но вот, видимо, есть какая-то вот такая глубинная закономерность в этом. Вот здесь обратите внимание, у нас и два больших Майдана были осенью, весной, ну я уж не говорю про, просто есть периоды, когда у нас жизнь практически политическая замирает. Это, как правило, вот начало августа, такая пауза, ну и на праздники еще там празднуют. Ну, я имею в виду, прежде всего, Новый год и Рождество там тоже отвлекаются немножко от политики. А вот август, все, замирает политическая жизнь, да. А вот весной были же попытки организовать Майданы, да, и ничего не выходит, потому что все-таки, видимо, настроения людей немножко в другую сторону идут. Это вы сейчас намекаете, что вот после выборов Майдана не будет в любом случае? Понимаете, вот для меня это сейчас интрига и в таком психологическом и политическом плане. Попытка будет почти наверняка. То есть вот сейчас, вот в чем сложность ситуации, с одной стороны, растущее политическое напряжение, и не только сезонное. Потому что, в чем особенность вот именно нынешней ситуации, мало того, что все более конфликтными и жесткими становятся отношения между властью и оппозицией разнообразной. А также власти. Да, а теперь еще и началась борьба между силовыми структурами, они тоже включились. Скандалы уже чуть ли не каждую неделю происходят очень громкие. А это еще только начало, по большому счету. Я думаю, что пик мы увидим ближе к выборам, где-то последние две недели перед первым туром. А что будет в апреле? И вот тут вот как раз диссонанс. С одной стороны, политики заинтересованы, чтобы все-таки войти вот в этот клинч, борьба, можно сказать, до последнего. Мы за цену не постоим. Мы за цену не постоим. Вот где-то так примерно. Хотя президент может за цену не постоять. У него есть ресурсы. У остальных, наверное, их поменьше. А вот люди, да, вот приближение, там, Пасха, майские праздники, погода еще будет хорошая. Это, наверное, будет немножко отвлекать. И последнее, на что тоже обращу внимание, в тему климата и политики. Мне один коллега-политехнолог сказал, у нас, наверное, впервые за все последние годы будут выборы, когда погода 31 марта, ну и потом, наверное, и 21 апреля очень сильно может повлиять на результат одного из кандидатов. Ну, погода всегда, я понимаю, очень речь, но погода всегда влияла, на самом деле. Поэтому мы всегда считали, что чем холоднее, тем ядренее электорат приходит на выборы. Ядерный приходит, в смысле, а неядерный смотрит в окно, да ну его в баню. Вот, но тут, мне кажется, она немножко может не сработать, потому что я уже об этом повторяю как раз 20, но тем не менее, 4,5 года не было выборов. И поэтому у многих, которые не являлись... Стосковались, да? Конечно, ну конечно, потому что на самом деле, все-таки, слушайте, на демократии, она заключается в том, что время от времени люди должны высказывать какое-то свое мнение, хотя бы образом бросание в урну, что далеко не все могут идти на баррикады, там, кидаться в критерий Молотова. А вот это просто, и это их отношение, они должны в этом участвовать. 4,5 года они не участвовали в этом никак. А это же годы были какие, да, когда все меняется, когда все рушится, когда меняет, проходит реформа и так далее. Поэтому, конечно, у многих очень большое желание прийти и высказать все, что они об этом думают. Вот, и поэтому мне кажется, что пойдут те, кто не ходил, ну кроме молодежи, с молодежью отдельный разговор у нас, она у нас как всегда не удалась, в этом смысле. Ну, она никогда не удается, сразу говорю, когда мы были молодыми, мы тоже были неправильными людьми. Вот, а вот остальные, особенно средние возрасты, те, кто не ходил, аполитичные люди, вот они как раз пойдут и скажут, потому что им надоело, что без них принимаются решения, мне кажется. И особенно в городах, в селах оно примерно одинаково, а вот в городах пойдут как миленькие. Ну вот, а что касается всех вот Майданных историй, знаете, и вообще в принципе напряжение, я согласен, конечно, оно есть, но мне кажется, что сейчас ни для кого из политиков, даже для президента, это не являются вот эти выборы вопросом жизни и смерти. У меня такое впечатление. Не являются? Нет. Ничего себе, вообще у нас другое было. У меня такое впечатление, что каждого из них, я подчеркиваю, это мое личное зрение, даже у президента, есть понимание, что будет, если он проиграет. И это не смерть, как было в Валентии Януковича, когда-то крах всего, все карьеры, жизни и всего остального. А в общем, я просто из некоторых разговоров это знаю, а про некоторых догадываюсь. О том, что, в общем, понимание того, что жизнь не закончится с поражением, а с поражением, я думаю, что оно есть. Это, в общем, может, я себя так обращаю надеждами. Все успокаивают. Успокаивают, да. Возможно. У бизнесменов, которые сидят рядом, у политиков придворных, у многих, у них все равно есть какие-то пути отхода. У некоторых, конечно, они не совсем понятны, они не знают, как к ним отнесутся за границей, будут ли их там догонять, не будут догонять. Это у них вопрос такой существует, конечно, висит. Но у меня такое впечатление, что все-таки они, вот эта история, значит, поднимая всех на Майдан и биться с помощью жизни других людей за свою собственную карьеру, я думаю, что я надеюсь, что этого не будет. Надеюсь. Пришла моя очередь добавить несколько слов. Я, во-первых, не ожидал, что мои коллеги перейдут на климатическую политологию. А как же, надо же разнообразить методологические подходы. Мне февраль больше нравится этим. А во-вторых, придется немножко ограничить их мировоззренческий коридор публично здесь, потому что, грубо говоря, весна пока принадлежит нашему мировоззренческому противнику. Так называемая русская весна. И нам еще предстоит сделать бренд, который будет называться «Украинская весна». Это еще предстоит. Да, это будет. Это будет весной 2020 года. К этому времени будет первый кризис нового президента. И это будет первый кризис нового парламента. И это будет совпадение. Да, действительно, через год, сидя здесь, мы будем очень прилично выглядеть. Это уже анонс на год вперед. Это круто. Это очень прилично. Дальше. Почему у президента не получается идея, что ребята, не переживайте, вместе как-то выплывем? Потому что первоначально была задумана идея «я единственный». А все остальные, воры, тунеядцы, крупные администраторы, говорят, а мы тогда кто? А мы тогда кто, если единственный? Ему нужно было говорить, мы вместе с вами выплывем из этого бардака и мы справимся. А он сказал, я единственный. Они говорят, ну хорошо. А это будет договоренности. А люди уже... В чем проблема этих выборов и следующих? Политики и чиновники не хотят жить в терминах только договоренностей. И они хотят, чтобы что-то конституционное было, что-то было публичное, что-то было такое, которое не зависит от одной и второй договорящей стороны. Что делает президент? Говорит, слушайте, я же вас обманываю прямо здесь, в своем кабинете. Что может быть более священного? А они уже это не верят. Вот это какие-то новые обстоятельства. Что делает президент резко? Он сделал когда-то страшную ошибку. Подвергнувшись сильному давлению женской части американского посольства, он согласился на электронный... Декларирование. Декларирование. Это была классическая, классовая, мелкобуржуазная ошибка. Нельзя людей, на которых ты опираешься, заставлять писать даже мелочи. Да, они написали от 10 до 15 процентов, остальное спрятали, но возник некий стартовый рубеж, который во всем мире считается возможностью долго двигаться. Недавно очень странный молодой политик, ну он где-то моего возраста, ему где-то 65, он может быть 75. Ну молодой. Да, смешко. Не, вы по-прежнему смейтесь, ничего страшного, это все так должно быть. Мне кажется, он моложе немножко. Ну все, у вас алиби. Теперь все. Я подсовываю, все в порядке, теперь он скажет спасибо, Володя. Да, и он говорит, мы будем разбираться с теми, кто наворовал, независимо от времени. Такого? У нас говорил только один полусумасшедший, Коломойский, и то в состоянии какой-то одноразовости такой. Помните было это? Все остальные, а это же генерал. Вы понимаете, что он говорит? Он говорит, что возможна ревизия и пересчет этих до 1991 года. Понятно, что он не понимает, что он сказал, но он дал тезис. Очень опасный и интересный для Украины. Оказываются эти выборы, это не просто невинная смена Порошенко на Тимошенко. Это оказывается еще чуть ли не какой-то большой сдвиг. Каждая группа говорит, мы будем. То есть есть группа с Медведчуком и с Мешко, который говорит, мы теперь будем доставать вас, начиная с 1991 года. То есть принцип отсутствия временных каких-то границ в организации бизнеса и состоянии, теперь совершенно неожиданно. Но Смешко это не знал, но он неинформированный человек. Но действительно неинформированный. Через три часа вдруг появилось сообщение, что обезумевший от страха Конституционный суд. А вот такая логическая связь. Да, то есть с одной стороны Смешко сказал невинную фразу, мы будем пересматривать все состояния, начиная с 1991 года. А с другой стороны Конституционный суд говорит, что никто ни в чем не виновен. И я хочу сказать, что вот эти черточки, они как бы не имеют прямого отношения к нашим выборам. Но это все разбухнет. Тебе нравится образ весны, да? Большие, красивые цветы такие. И что мы будем делать с этими цветами, как говорил Мао Цзэдун? Я просто в контексте напомню, что у многих аллергия на цветение. Вот посмотрим, у кого она проявится. Я хочу сказать, что запущено очень много процессов. Вся амброзия будет вывезена с Украины. Запущено очень много процессов. И один из самых плохих процессов, сегодня уже Володя об этом говорил, о том, что у нас не было напряженности. Ни Кучма, ни Ющенко, ни Янукович, ни тем более предыдущий президент, не хотели обострения ситуации. После того, как заканчивались выборы, должны были выборы заканчиваться. А впервые мы имеем конфликты. На всех этажах. Я понимаю, что ему было страшно, но тем не менее, Тимошенко он все-таки посадил. Посадил. И вот на самом деле, разтор после долгих интеллектуальных раздумок. И, кстати, не только ее, а людей поменьше тоже. Просто про которую сейчас мало кто помнит. Они, может, не так долго посидели, но посидели. И на самом деле, Янукович был первый человек, который и разрушил вот это правило, которое сейчас пытается... О том, что мы не сажаем предшественников. А вот Янукович вот это дело порушил. Но мне кажется, что вот нынешняя вся эта элита, она более склонна к возвращению. Они все-таки не Януковича. Они не склонны, они ищут механизмы, позволяющие на следующем уровне... Просто Ихарь Петрович Смешков в этом смысле, он на самом деле выразил точку зрения Януковича. Может, он с ним переобщался, не знаю. Но, во всяком случае, это его позиция, что мы всех разорву. Более того, долго. И причем разорвал. Но он разорвал не только потому, что ему хотелось кому-то отомстить. Он разорвал на будущее. Он считал, что если он разрушит всех, пересажая всех, то у него не будет в будущем конкурентов. Он же об этом думал. А дело в том, что с тех пор уже не забываем, у нас же еще правоохранительная система малость поизносилась, мягко выражаясь. Она разделилась действительно на части, поизносилась. И она вообще давно не выполняет не просто своих обязанностей, но и команды сверху. Поэтому это просто технически тяжело. Но, условно говоря, если одно правоохранительное ведомство посадит человека, другой его освободит. В том числе и вооруженное. И посадить, например, МНД может открыть дело? А как без прокуратуры процессуально довести его? А потом прокуратура посадит, а потом суд освободит. Короче, столько образовано. Кстати, вот эта история с судами, которой трудно посадить человека, это правда. На самом деле, как сказал один человек, это же угловно-процессиональный кодекс, еще написанный Андреем Портноу. Он играет сейчас очень большую роль. И, кстати говоря, как сказал один человек. Да вы еще о чем говорите-то. Я на восторге от него. Один человек, что люди, которые представляют этот кодекс, на самом деле, думают о своем будущем в том числе. То есть, на предмет того, если что-то сменится, чтобы посадить было нереально никого. Вот, кстати, вам украинской системы сдержек и противовесов. С одной стороны, и наша вот эта полухаотичность, и просто хаотичность. С одной стороны, это не только запросом с мешкой или кого-то еще. А вот давайте проведем такой тотальный аудит чуть ли не с 1991 года. Это действительно сделать вряд ли возможно так в полном объеме. Скорее, там за какие-то промежутки времени. Но есть общественный запрос на посадки. Увы, ну это там. Да, но уже есть. Правильно. И часть политического класса... Нет, так вот, с одной стороны, вот есть этот общественный запрос, и часть политиков на него реагирует, об этом говорит. И я, кстати, не исключаю, что если власть может поменяться, то попытка, особенно перед парламентскими выборами, ну хотя бы показать, что мы выполняем вот эти общественные ожидания, попытка кого-то посадить или начать уголовное преследование, это может быть. Но теперь вот вдержки противовеса. То есть, с одной стороны, это хотя бы на уровне риторики, громких заявлений, а с другой стороны... Вот я согласен с Александром в том, что действительно наша система очень плюр... Мало того, что произносилось, она еще и очень плюралистична, в том числе и в органах правопорядка. Обратите внимание даже последние скандалы. Вот и с Укроборонпромом, но наверняка слили информацию. Конечно. Слили... Это ж не просто же... Они же сказали, что получили эту информацию, слили откуда... Не, бегусь выглядеть немножко таким, а перепуганным даже. Ну... Что-то объясняет. Бог с ним, да, но то, что формально структура может быть на стороне президента, например, СБУ или прокуратура, но всегда найдутся тайны диссидента, которые будут сливать информацию конкурирующему лагерю. Я уж не говорю о том, что у нас же тоже в силовых структурах есть крышующие персонажи. И наверняка товарищ Гладковский сын и компания, да. Гладковский сын, да, они кого-то обидели, кому-то наступили, у кого-то, видимо, забрали хлебный бизнес. Вот теперь получили ответку. Но это как бы разборки такие бизнесово-криминальные, ну или около того, а это же все влияет на выборы. И на общественное мнение, на результаты голосования может повлиять. И думаю, это еще не последний такой скандал. А знаете, что я вспомнила в связи с тем, что Вадим сказал, что ровно год назад Нью-Йорк Таймс опубликовала большую статью о коррупции в оборонной сфере. И там тоже фигурировал Гладковский. Вот это очень интересно. Это был год назад. Да, конечно, Бигус, его готовили к этому, понятно, что он населил к этому, это видно хорошо, все тут правильно. А понимаете, в чем дело? Действительно, дело в том, что это же разные вещи. Одно дело было в 2 часа ночи, в 2-х кричите, подъем, это некрасиво. А когда вы кричите в доме в 8 утра, подъем, это естественно, соотношение пространства и времени. Сейчас выборы, все происходит, имея свой особый вкус. Значит, что сделал Гладковский? Он сначала детская мечта, избавиться от фамилии. Да, теперь он не Гладковский, он Свинарчук. Наоборот, наоборот. Да, Гладковский, как замглавы администрации, задвинул глубоко грешного Турчинова, тот молится, молится, на 14 страниц остановился, там, Нового Совета, Ветхие ему запрещено смотреть. И он дает команды этому удачливому Свинарчуку, и все растет, как на дрожжах. То есть, кто-то хорошо увидел слабое место президента, вот в чем дело. И тут совпадение времени, плюс очень четкий выбор. Неужели президент не понимал, что когда он дает фамилии Дон Хуан, потом Гладковский, потом Свинарчук, потом Мейстер, то есть, мы же не знаем все фамилии этого, потом, конце концов, когда, вы же видели, как часть талантливых, особо талантливых людей выехала из Украины при Януковиче, после Януковича в Израиль, и приобрела там какие-то удивительные такие, неожиданные фамилии. Так что, может быть, еще у Гладковской еще одна фамилия есть, там, Коценбоген, там, понимаете, да. И, не, не, ничего плохого нет, я хочу сказать, что... Уже прецеденты были. Да, я хочу сказать, что это слабое место, я не иронизирую. Структура, которую хочет жить долго, должна быть понятна и прозрачна и подчиненным, и слугам. А этого не произошло, понимаете. И вот это очень плохо. И я теперь даже не знаю, если он убежит, конечно, в Кишинев, и Плохотнюк его прикроет, Гладковского, это будет какой-то румынский след, понимаете, там, то есть... Ну, скорее уже тогда молдавские, да. То есть, от выборов к выбору у нас возникает все новые и новые обстоятельства, а не просто выборы. Вот уличные конфликты, которые будут разрастаться. Вот смотрите, что делает будущий кандидат в премьер-министре Борезенко. Ему правильно, ему хозяин говорит, если ты не украдешь 70% с этих полтора миллиарда, а принесешь меня через сетку столько-то голосов, я буду выдвигать тебя на премьер-министра. А тот говорит, почему? Потому что мода сейчас на Зеленских, на людей, которые вообще не имеют ни к политике, ни к чему никакого отношения. Вы можете не саниматься. Порошенко, если выживет, он не глупый человек, он будет долго смотреть, говорит, какой мне вывод сделать из-за того, что Зеленский появился и так движется. А Борезенко говорит, я вывод. Посмотрите на меня, у меня одинаковый возраст, я дал вам столько-то процентов... Вот это новое поколение, очень разные. Это какие-то новые черты. Какие-то новые черты. Довги, Борезенко. Ну, Довги просто 220 квартир. А Борезенко, это же яркая личность. Понимаете, возраст поколенческой истории, она полностью все-таки не оправдывает. Полностью нет. Потому что, когда тоже молодые политики рассказывали, что вот пришло новое поколение, мы пришли, помните, там пару лет назад Мустафа, очень много говорили. Мы пришли, а все прочие вон отсюда. Я просто ему-то напомнил, и сейчас напоминаю, что на самом деле, Лесик Довги, это тоже его поколение. Это одно поколение. Вот, и в этом смысле Довги пришел раньше, чем Мустафа. Новое поколение. Поэтому поколение поколением, но очень важно не только возраст, как мне представляется, а то, значит, роль, которую играет этот конкретный персонаж. Молодец и соответственник политик. Не совсем. Дело в том, что Зеленский не политик вообще. А Борезенко? А Борезенко, это, значит, мастер местного самоуправления. Как? 12 лет фирмы? Да вы что? Мастер местного самоуправления, потому что начинающий... Уже приговор вынесли? Я бы сказал, даже магистр. А? Нет, магистр. Значит, человек, который на непосредственное отношение имеет к этой, прямо скажем, политике, начиная, когда он там Черновецкого появился, значит, уже лет 10. И на самом деле, все, что было сделано в Чернигове, это что, 12, не 12, но это мастерство. Поэтому это разные вещи. А это происходит время, что не этих людей, не просто потому, что там 35-летние сейчас займут место 70-летних. Нет. Приходит время людей, которые к этой всей истории, кто говорит банде, кто говорит истории, кто говорит сообществу, практически, он не имеет отношения. Это время совершенно новых. К нему может быть и 45, но он должен быть абсолютно другой. Он должен быть... Вот я все жду, кстати, появления... Вот эти связаны, то есть, как бы, да, новое поколение, условно, Березенко. Березенко и Порошенко. Но они связаны с этой обслуга нынешних. С нынешних и даже прошлых. То есть, окончание фамилии на О не обязательно. Это просто важно, что Березенко... Для того, чтобы... Зеленский. Для того, что... Зеленский, да, понимаешь, уже другая. Другие окончания пошли. Пошли другие окончания. И другое начало, и вообще все другое. Нет, и начало тоже. Оно все другое. Оно другое вообще по содержанию своему, по смыслу своему. И поэтому я же говорю, я все жду какого-нибудь врача, который появится. Не Комаровского, а Комаровским более-менее уже не шесть. Ну да, да. Но какой-нибудь другой врач. Это я сейчас продаю идеи на следующий выбор. Ну и уже вторая идея. Я вообще советую быть осторожным. Хорошо. Потому что на идеях зарабатывает, да. Хорошо. Да я вот тоже подумал, начал. Ладно, все, закончим с этими идеями. У нас особый статус. У нас политика эстетическая сегодня встреча. Как называется? Политические вечерници. Нет, идею можно заявить. Все, все. Оформите реализовать. Поэтому обращайтесь. По формению это длинный разговор. По поводу деталей. Да, но там факт, что это совершенно другие люди. Это, я знаю, там дрессировщики тигров, там еще кто-то. Которые идут туда. У меня есть один знакомый, который, я с ним говорила о партии Макрона, которая зашла в национальное собрание. И он сказал, что там есть, да, депутатов. В общем, депутаты, помните, собирали просто с миру по нитке. Кто был, значит, кто под назвами тут болтался, того и записали, и все выиграли. А вот, есть, например, там девушка по имени Дельфин, по фамилии О. Я говорю, а как она выглядит? Ну так, как пишет, представь себе. Вот так она и выглядит. И это на самом деле действительно тренд этого мирового, европейского политического сезона. Мы не первые, но мы самые яркие. Да, да. И появление антисистемных политиков, антисистемных политических сил. И, кстати говоря, вот тоже как оно у нас по-своему получается. Мы говорили там год с лишним, да, где украинский Макрон, да, обсуждали. Вроде бы пришли к выводу, ну нет этого Макрона, бац, появляется Зеленский, расцвел пышным цветом. Вот, кстати, посмотрим еще, какой будет список. Какая держава, так и Макрон. Я бы так сказал. Но, кстати говоря, Макрон ведь это на самом деле обманка. Это ведь, на самом деле, мы же так прекрасно понимаем, он никакой не несистемный. Он системный человек. Он выдвинут системой. Выглядит не как системы. Правильно. Так его специально выдвинули. Так это очень удобно. Это обманка. Его на самом деле, и, кстати говоря, вся эта история с желтыми жилетами, это связано, мне кажется, с тем, что на самом деле народ через какое-то время понял очень быстро, что его обманули. Что он не тот, который вам продавали, а он на самом деле самый настоящий, традиционный. И вот вся эта ярость в том, что нет, ребята, да мы же другого хотели. Мы же думали, что он будет такой народный, популистский, будет все повышать, повышать. Тут, зараза, пришел и начал заниматься капитализмом. Ну, кстати, вот об этом надо помнить тому же Зеленскому. Конечно. Да, если вдруг он выиграет выборы. Но дело в том, что то обманка, этот нет. То есть, того действительно готовили, невзирая на все... Ну, я к тому, что тут вот феномен, ну, опять-таки, мы, может, немножко сейчас забегаем вперед, потому что я думаю, что нам будет и в смысле там после президентских выборов встретиться и обсудить сценарии, как оно будет развиваться. Конечно, тебе понравилось. Ну, а почему? Это вот как раз очень хороший такой брейнсторминг. Просто я вот в этой связи обращу внимание на то, что у нас есть и традиционная украинская закономерность. Она связана с выборами, особенно с послевыборным периодом, завышенные ожидания. Вот если в случае победы Зеленского завышенные ожидания будут просто зашкаливать, они, думаю, будут даже больше у его сторонников, чем были в свое время у Ющенко или в связи с Ющенко. И вот удастся ли ему удержать полгода до парламентских выборов и как-то ответить на эти ожидания, так, чтобы сохранить определенный потенциал поддержки, вот это вот большой вопрос. А вот если вдруг побеждают Порошенко или Тимошенко, тут совсем другая история будет, совсем другая. Потому что скорее им придется столкнуться с неприятием, недовольством значительной части общества. Ну, Петра Алексеевича понятно, там полстраны и так не любит, а многие просто ненавидят. Я не знаю, я боюсь, что... Но он об этом не знает, кстати. Ну, я думаю, догадывается немножко. Догадывается? Немножко догадывается. Просто в чем тут проблема? Одеялом. Если он вдруг побеждает, то в силу тех или иных обстоятельств, весной противник не смогут организовать Майдан и так далее. Но я думаю, что нас неизбежно ожидает просто дальнейшее развитие кризисных тенденций, вот этого кризиса недоверия. Вопрос только в том, когда этот кризис сопридет материальной формой и взорвется. Вот может быть весной 2020 года, как сказал Виктор, да, сейчас закончу. А другой пример, вот Юлия Владимировна, вот ей придется столкнуться с сопротивлением самых разных людей, если она выиграет выборы. И будет крайне сложно реализовать то, что она заявила, в частности, конституционную реформу. И с высокой вероятностью у нас может возникнуть повторение того, что было все время при Ющенко, когда новый президент может войти в противостояние или с парламентом, или даже с новым правительством, если не летом, то после парламентских выборов. Поэтому вот точно нас ожидает новая политическая реальность. Я хочу не согласиться с моими друзьями, потому что мы живем в Украине, и это люди гораздо талантливы, потому что они говорят. Значит, во Франции Макрон – это передышка элиты, потому что Франция ищет новое место. Это не потому, что вся элита переструктурировается, ищет новые тенденции, они остаются один на один с Германией без этого, и они себя ищут. И Макрон – это прокладка, это временное явление. В Украине, так как она не имеет такое историческое отношение между населением и элитой, и стратегией, у нас вообще же нет места в Европе. Мы вообще, честно говоря, попробуйте сказать, у нас место в Европе, у нас крупные неприятности будут. Поэтому любой, у нас в 2014 году была самая крупная попытка, связанная с кровью, и люди уже боятся этого. Поэтому выборы одновременно, параллельно запускают много версий, когда вот что еще может быть, что еще может быть, обезумевшие от страха конституционный суд что-то вытворяет. Это ж надо дотуматься. Все равны, и поэтому мы снимаем о том, что человек должен доказывать о своем богатстве. В любом, тут многие люди служили в армии, я же вижу по их лицам, и когда у человека есть автомат или пистолет, или крупнокалиновый примет, это крупнокалиновый луч. То есть ты в любом случае расписываешься, что ты получил инструкции, как пользоваться и так далее. И у тебя возникает новая политика, не, какие политические, юридические неприятности в связи с тем, что ты используешь. Ты не можешь просто расстрелять кого-то, задержать и так далее. То есть, грубо говоря, чиновники, они принципиально должны доказывать, откуда у них миллиарды. А вот мы с Фисенко не должны это доказывать, не потому что у нас нету, это очень просто. А потому что мы не чиновники, не говори это никому, но мы не чиновники, это очень важно. Вот в советское время, я извиняюсь, что я вспомнил, потому что февраль закончился, март, я как социолог, у нас были четыре группы, с которыми трудно было социологически добраться. Он сам социолог, он знает, это проститутки. То есть они принципиально не хотели рассказывать о своей жизни, а тем более, когда они видят какие-то страницы, они это вот. Это работники партийных органов, но с теми вообще тяжело. Он говорит, вы получили разрешение? Я говорю, да, вот в Казевка, секретаря в Компартии, вы должны ответить. Он бледнел, цинил. Что ответить? Что это такое? Это спекулянты. Не, 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 спекулянты. Спекулянты были. Мясники. Мясники, ну все, да. Чтобы было понятно, это еще так. И у нас открыто на нормальных социологических совещаниях, вот так, группы повышенного риска и труднодоступные. Так вот, и чиновники, это группы повышенного риска, они должны понимать это. Поэтому, когда Конституционный суд говорит, что мы к этому отношения не имеем, это неправда. Так я вот что хочу сказать, что в отличие от Франции, даже от России, там какая-то своя политическая система, трудно понятно, очень трудно. Там уже политическая мистика, там очень сложно все. Но я уже точно не понимаю, потому что и Европы, у нас боятся переворота, боятся Майдана, и все наваливается на время выборов. Вот это. И это какая-то новая ситуация, ничего хорошего этого нет. Ничего хорошего. Когда генералы оскорбляют друг друга, кто кого убил Гандзюк, да, когда другие генералы начинают выяснять отношения, это уже как бы зафиксировано в протоколах, и это будет двигаться дальше. Впервые процессы, запущенные во время выборов, уже касаются не только кандидатов и победителя. Вот это я хочу сказать. На следующий день мы скажем, все, выборы закончены. А у людей будут продолжаться расследования, суды и многое другое. А осенью еще выборы. А осенью еще выборы. И просто одну фразу добавлю. Поэтому я и говорил, весной 2000 года будет то, о чем мои друзья сегодня сказали. 20-й год выборы местные, кстати, для многих гораздо более важные. Там для того же Кернеса в Харькове, там или Труханова в Одессе, или Кричка в Киеве. Если все будет в порядке, а я надеюсь, что крупнейшие грантовые агентства дадут большие деньги на развитие вот этого проекта, когда мы в феврале, в марте вот так вот здесь соберемся в этом составе, тут будет стоять половина этих послов. Вот так на всякий случай. То есть услышишь, что будет дальше. Потому что кризис будет одновременно от нового президента и нового парламента. Нам это совпадение не нужно. Но, к сожалению, это произойдет. Я просто хочу добавить в контексте таком социально-психологическом, выборной нынешней ситуации, послевыборной, знаете, такая аналогия возникла. Конфликт публичных ожиданий и подсознательных настроений или подсознательных желаний. Вот это есть. Причем, с одной стороны, это и у избирателей простых происходит вот этот внутренний конфликт, и у политиков. Потому что они некоторые свои ожидания озвучивают, намерения, цели, на ближайшую перспективу. Но при этом есть еще и вот эти желания, тайные и явные. Некоторые желания они реализуют, в том числе его через конституционный суд. Подстраховываются, вроде бы снимают риски. А с другой стороны, я думаю, что они в какой-то степени выпустили джина из бутылки, и неизвестно еще, чем это закончится. Меня особенно, конечно, радует время, которое избрано для принятия этой жизни. Да, да, да. Просто чудесно. Но я случайно или это специально под выбор сделала? Ну, знаете, у нас всегда, чтобы было вопрос, принимаешь ли это какое-либо решение, это был дурак или очень умный человек? Вот эти две крайности. По умолчанию, мне кажется, в нашей ситуации, к сожалению, а может к счастью, на самом деле, конечно, лучше сразу надо говорить первый вариант. Это по умолчанию. Может так оказаться, что это и второй, но это сложная история, это бывает редко. А поэтому, значит, нет, ну замечательно, совершенно за месяц, еще бы через две недельки, еще от какой-нибудь ответственности их освободить, всех чиновников страны, правда? И тогда было бы замечательно, но вообще разрушить им право просто воровать всем, все, всегда и вечно, и сколько захотят. Вот, я считаю, что тогда результат выбора уже понятия. Я хочу сделать один маленький прогноз, но он не прогноз, а как бы техническое условие для прогноза. Если 31 марта у нас закончится голосование, и подсчет голосового будет по африканской модели, то есть до неприличия долго, то есть долго-долго считают, то значит, Петр Алексеевич Порошенко не проходит выборы, и люди с большими чемоданами денег едут назад, чтобы поменять, получить хорошие, нормальные... Я его понимаю, он правильно делает, это все делает. Второй вариант, если нынешний президент-кандидат Порошенко проходит во второй тур и побеждает, то инаугурацию впервые в истории Украины придется переносить либо в Житомир, либо в Винницу. Почему? Потому что огромный вот этот состав недовольных, он не собирается демобилизироваться после выборов, он начнет действовать дальше. Кстати, да. Будет нарушено осеннее закономерность Майданов или нет? Вопрос пока открытый. Ну, на самом деле, я уже говорил, есть гипотеза, что... То есть выборы не выключатся, а будут продолжаться. Один Майдан на поколение, поэтому нам еще рано, половину прошло времени, еще пять лет, и тогда, пожалуйста, приходите. Но сейчас все ускорено. Не-не-не, но все-таки это же не ускоряется, потому что поколение должно пройти. Вырасти, да. Оно должно Майдан совершить, прожить какое-то время в иллюзиях, разочароваться, плюнуть на все, а потом должно подойти следующее поколение, которое еще иллюзия, у которого есть. Поэтому мне кажется, что еще просто в цикл не попадем. Вот тот президент, который будет следующий, мы сбрали, нет, это вот тот... Вот тогда, пожалуйста, все может быть и без проблем. Вот это по поводу Майдана. Но, знаете, все-таки вот этот фактор парламентских выборов, я считаю, что может нам помочь, в смысле помочь обезопаситься, потому что, ну, все равно есть вариант реванша, да. Вот на тех выборах можно взять реванш, больше того, мы же прекрасно понимаем, что президент, кто бы, наверное, не победил, не будет иметь большинства в следующем парламенте. Совершенно верно. В этом числе сам это 100%. А, вот, совершенно верно. И поэтому гораздо больше возможностей собрания коалиции антипрезидентской, чем с его участием. Это зависит уже от него, от его мастерства работы. Победитель президентских выборов может проиграть выборы парламентские. С большой долей вероятности это и произойдет. Что, в общем, и даст определенный, с одной стороны, баланс системе, с другой стороны, новое в ней противоречие. У нас же диалектика, диалектическая система развивается. Она, с одной стороны, балансируется, с другой стороны, внутри системы начинается, внутривидовая борьба, в результате, в которой все мочат друг друга, там, сливают компроматы, все это дерьмо, это называется все баланс. За гипрократические выборы. Да, и конкурентные, и конкурентные. Да, там, как, ад, честные, открытые. Нет, не на конкурентные, что-то еще там. Прозрачные? Прозрачные, прозрачные. Вот, меч, еще одну крымскую закономерность. Знаете, я когда... Но ты выпил за выборы? Да, 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 выпил, 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 уже глоток сделал, еще один сделаю. Один за президентский, второй за прогулки. Да, так вот, когда у нас говорят честные, то явно подразумевается нечто другое, да. Когда там кто-то говорит про свободу, явно где-то там на подсознании что-то неслободное. Маленькое дело. Да, в желаниях, намерениях и так далее. То есть вот у нас нужно иметь в виду еще вот это вот противоречие между публично озвучиваемым... И тайными помыслами. Да, и тайными помыслами, да. Это тоже очень часто проявляется. Еще один сюжет добавлю, это и к поколениям. Кстати, вот отмечу, что на самом деле в любом поколении я все время занимался этой проблемой. Вот сейчас хочу вернуться. В каждом поколении... Нет, 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 это для себя. Есть конкурирующие группы в каждом поколении. Идеологически конкурирующие, я бы сказал, по какому-то социально-политическому модусу поведения и так далее. Поэтому вот с одной стороны вот это вот новое поколение, которое мы вспоминали, есть такие, скажем так, прожженные циники, гроссмейстеры новых технологий политических, коррупционных и так далее. Условные Березенки, Довгие и другие. Причем гроссмейстеры, это сильно как бы мастера, несмотря на молодость. А с другой стороны есть такие романтики, еврооптимисты, типа Мустафы, Света Залищук и некоторых других. Ну и есть там целый ряд других товарищей, в том числе, кстати, новые порсли бизнеса, новые руководители местного самоуправления, правда, пока молодые появляются. Я к чему вот об этом сейчас говорю. Вот когда был в Берлине, один австрийский товарищ, ну сейчас находящийся в Германии, он озвучил такие интересные вещи. Ну, во-первых, мы тут про коррупцию в Украине любим говорить, а он любит говорить о коррупции в Австрии. Ты проверил, вспоминал этот ответ, почему так наши многие товарищи любят отсиживаться в Вене. Что-то, мало то, что центр Европы очень комфортный, но там очень много близкого. Да, и работают наши технологии, наши инструменты, стимулирование, привлечение, они там, оказывается, хорошо работают. Ну вот я сейчас, да, так вот он интересный сделал прогноз, я думаю, ну там может быть упрощенно, но прислушаться к нему есть смысл. Он считает, что вот эта наша реформа децентрализации на самом деле формирует новый класс. Габа, класс и административный, и политический. Пока вот он, что называется, grass roots, на уровне корней травы, он где-то там произрастает, появляется, хотя там тоже есть такие зубры, крепкие мэры крупных городов. Правда, это такое тоже поколение, которое как бы не то чтобы уходит, но как бы не самое молодое. Но вот в этих всех УТГ, я думаю, тоже сейчас появляется немало людей со своими политическими амбициями, а еще и финансовые ресурсы появляются. И вот я думаю, что через некоторое время мы действительно можем увидеть как бы новые сюжеты, новые линии развития нашего политического процесса, потому что пока мы там этих всех людей не замечаем, они думают где-то вот может быть к следующему. Во-первых, вот уже что-то проявится пока лишь локально, что-то проявится на местных выборах в 2020 году, а потом к 2024 году, может быть, проявится и сильнее. Вы знаете, на самом деле, процесс очень длинный, большой и серьезный, потому что на самом деле меняет страну в целом. Да. Дело в том, что на сегодняшний момент действительно эти люди появляются, денег у них становится все больше и больше, потому что земли становится все больше и больше. И контроля за потоками, ведь мы же не можем утверждать все, что у нас все новые избранные руководители местного самоправления, они спорж-демократы, рыночники и так далее. Нет, спокойно берут под контроль рынки, прекрасно берут под контроль потоки, замечательно садятся на землю и ее дуют. При этом, давая что-то своим избирателям, благодаря все довольны, все считают, что вот, наконец-то дорогу постелили, заметьте. Такая деолигархизация, но спарники олигархами. Нет, это как раз феодализация идет, процесс, который сейчас идет, это чистая феодализация. И вот они будут появляться и появляться. На самом деле, очень многим уже ничего центра не нужно, нужно только одно, что-то сделать все-таки с прокуратурой, СБУ и милицией, но с милицией уже прорешали давно на местах, с СБУ и прокуратурой, чтобы просто не приехали чего доброго. Просто, чтобы не принесло их. И центральная власть их интересует только ради этого, чтобы просто ликвидировать, желательно ликвидировать или уменьшить влияние СБУ и прокуратуры. Ну, или других, НАБУ, например. То есть, любых органов, которые могут помешать этой идиллии, которая сложилась на местах, когда мы спокойно доим веренный нам район, при этом раздавая, еще раз говорю, людям, в отличие от предыдущих, администрации, они что-то действительно людям раздают. Потому что те, как раз, ничего не раздавали, у них ничего и не было. А эти, и поэтому считается, что мы двигаемся вперед. Так вот, на самом деле, это, конечно, дезинтеграция страны на части, на маленькие части, только не на большие, как хотел Владимир Владимирович Путин, на две, а на много-много маленьких, которые потом, кстати, могут соединяться, объединяться в более серьезные образования. Это тоже будет происходить, исторически это известно. Конечно, это следующий процесс. Но, на самом деле, это, конечно, дезинтеграция страны. Потому что, извините, власть находится там, где деньги. Старая история. Не деньги там, где власть. Это тоже есть, но в основном, это первичные все-таки деньги. И, на самом деле, власть, будем честно, пока идет процесс перехода власти от центра в эти самые регионы. Чем слабее центр, тем менее Украина в меньшей степени остается субъектом, в том числе и в мировом масштабе. И вообще, у меня есть такое подозрение, пока ничем не оправданное, что вот этот процесс дезинтеграции, я уже говорил просто на автомате, а не развитие местного совправления. Так вот, этот процесс, на самом деле, поддерживается нашими европейскими партнерами, в том числе, потому что, мне кажется, точнее, так мне говорили, что некоторые политики на Западе считают это возможным решением украинского кризиса. Если это все дойдет до конца, Украина будет другой. Украина будет такой разнонаправленной, и поэтому, пожалуйста, Западная Европа будет иметь влияние на западные громады, Россия на восточные громады, центра уже не будет, потому что, собственно, зачем он нужен, и все успокоятся. Вот так вот, может, кому-то это нравится. Когда мы так много говорим о реформах, мне тоже самому казалось, что вот если что-то происходит, это реформа, ну, в любом случае. А если оно не происходит, ну, остановилась. Ситуация какая? Мы же давно уже говорим о том, что нужна реформа местного управления, и как бы все движется в этом направлении. Во-первых, цинизм первой брачной ночи. То есть реформа стала местным самоправлением не потому, что это оказалось внутренним консенсусом, обязательством, а это внешнее давление Запада, раз, второе, внешнее давление Москвы, который говорит, вы начните реформу, а там мы перейдем к контрреформе. Ну, это вот. Но самое главное, денег нет у Киева. Реформа началась с неприличного, очень неприличного акта, очень грязного и нехорошего. Киев не собирает ровно столько денег, чтобы давать регионам. И поэтому он демонстративно стал ему давать какую-то власть, ну, через финансирование, через создание внутренних источников. И тут произошла остановка, потому что Киеву принципиально не нужна никакая реформа. Я что хочу сказать? Если не происходит сознательная, четкая реформа с командой и с пониманием результатов, то реформа происходит, то события происходят все равно в том же духе, но уже не так, как мы хотим. Феодализация, когда сращивается СБУ, милиция, чиновники и мафия во всех крупных городах, и плюс новая, пятая появилась власть, хорошо организованные уличные банды, которые спокойненько могут здесь и на стене. Это инструмент ведь. Ну, это важный инструмент. Опять-таки, это функция денег. Ну, не было пару лет назад этого. То есть мы, Киев, не сумев сделать реформу, в любом случае получил новое административно-территориальное и политическо-уголовное распределение. И тогда возникают вот такие вот, ну, давай немножко там. Делиться будут не по Запад и Восток, а будут делиться по Киев плюс регионы припроганичные. Вот эти регионы будут двигаться. Где торговля идет? Ну, не только торговля, ну, это же контрабанда. Как вам объяснить? Ну, это не богатая, есть бедная. Да, вот так, вот так. Есть черноземные регионы, где все хорошо, черноземные, там будет все хорошо. Там есть земля, земля, граница, граница, это что же ресурсы. А вот соседний регион, где как бы все в порядке, от советской власти осталось и порядочность, и все. А у них что-то почему-то не происходит. Ну, это, кстати, когда вот обострит внутренние диспропорции и породит новые политические противоречия. Это когда? Когда это все может возникнуть? Вот это уже сейчас возникает, а потом будет развиваться еще? Оно начинается, оно начинается очень активно, да. Очень активно. Оно просто вот постепенно может оформиться, потому что должно произойти осознание этих интересов, в различии интересов. Они не знают, как соединить, выполнить государственный киевский заказ на выборы с своими лезтьми. Они не могут посчитать свои интересы. Вот точно, когда с ними встречаются, говорят, ну а что, ну на кого? Нам за Юлию или за это? Кому на быть? Там и туда. Мучаются не по моральным принципам. Они достаточно самостоятельно. Но они не знают, от кого ждать плюсов и минусов. Это очень важный момент. Раньше, например, вот я помню историю, попытки были создать некие блоки, вот Александр, например, про блок «Весна», я помню, была попытка создать все время некий политический блок из мэров, городов, влиятельных местных элит. И мы столкнулись, ну это сейчас наш край, да-да. Но тоже, кстати, проект сейчас вот провисся и как-то ушел в сторону. Но я думаю, к этой идее еще вернуться. Опять-таки вот в связи с децентрализацией. А тогда они говорили, нет, мы не играем в эти выборы. Особенно там был кризис седьмого года. Как бы лучше мы соблюдаем нейтралитет. А сейчас постепенно ситуация будет меняться. Вот заметьте, сейчас уже новая реальность в чем. Раньше просто давали приказ, действующий президент идет на выборы, или премьер-министр, его надо поддержать. А сейчас нет. Сейчас идут, ну не то чтобы на поклон, но договариваются, делают пасы, решают проблемы. Там президент оговаривается с Кернесом в Харькове, с Трухановым в Одессе. Они заинтересованы в поддержке местных руководителей, в том числе и потому, что рейтинги местных руководителей на порядок выше, чем рейтинги центральных руководителей. Там президента, там других государственных руководителей. Вот это уже новая ситуация. Но пока еще у местных товарищей не возникло осознание того, что они самодостаточные. Самый разумный местный товарищ, я считаю, что на самом деле самое главное, это, во-первых, выжить. А для того, чтобы выжить, когда приходят к ним разные люди, говорят, поддержите нас. Всем обещают. Геннадий Адольфович это знает лучше всех, конечно. Обещать, поддержите нас. Конечно. А дать обязательно. А сделать, безусловно. Заходит следующий кандидат. Хочется эфир на вашем телевидении. Легко. И, в общем, всем говорится да, а дальше главное доложить победителю о том, что он выполнил все, уже когда победит. Что он все было выполнено в лучшем виде, и благодаря ему я вот это сделал. Причем это неважно кому. Поэтому, в принципе, это, конечно, работает. Я думаю, что это массово. Потому что они люди не глупые, как правило, и они все прекрасно понимают. Единственный момент. Да, с ними договариваются. Да, они просят денег. Единственный момент, который еще остался, от которого они хотели бы избавиться, как я уже сказал, это прокуратура. Потому что есть факторы уголовных дел. И в отношении, как мы знаем, некоторых мэров. Но это работает. С одного сняли обвинение, если бы закрыли по-другому. Вот это единственное, что мешает полному счастью мэра. Это возможность уголовного дела и вот это постоянно висящих судов, на которые надо ходить, и надо с ними мучиться, платить деньги и так далее. А, кстати, по поводу рейтингов этих всех товарищей, я тоже никак не мог понять, почему вдруг они выползли, ни с того не все пару лет назад, там и года три, вот эти рейтинг мэров. Понимаете, какая история? У нас же все в Киеве, все-таки, в СМИ мнения разные. У нас же, по большому счету, параллелизм. А кто, все лезут друг к другу, мочат друг друга. И, знаете, когда выходят два человека на ток-шоу, говорят, ты вор, мерзавец и обманщик, говорит он очень убедительно с фактами на руках. Ему в ответ говорят, и ты вор, мерзавец и обманщик. И тоже с фактами, и очень убедительно, поэтому зритель по итогу ток-шоу прекрасно понимает, что перед ним два вора. И все довольны. А на местах, в городах, извините, там такого нет. Там совершенно полностью контролируемый, как правило, мэрами медиарынок. А вот эти ребята, которые пытаются найти какие-то антикоррупционные дела, значит, в чем-то покопаться. На самом деле, на большой даже город, их 1-2 человека. Их же там мало. Они все в Киев уже переехали, и гранты здесь получают. А там их мало. Там они кудятся, их считают сумасшедшими, на них не обращают внимания. И к общественным активистам более жесткий режим. Что показала история с Катей Ганзеевой. Совершенно верно. Так вот, это идет вещь о том, что в итоге народ прекрасно знает, что в Киеве все друг у друга крадут, потому что об этом публично говорится. А в городе Н никто ничего не крадет. Потому что об этом никто не говорит по телевизору. Тем не менее, строятся новые дороги, вот поехал новый троллейбус, и никто же не крадет. Ну, по местным направлениям, никто же об этом и вообще никто об этом не говорит. И вот это, мне кажется, почему, собственно, причина появления таких рейсов. Я согласен, да. Отмечу в этой связи еще один важный момент на будущее. Но уже эта тенденция присутствует. Уже, собственно говоря, она даже закрепилась в чем-то. На местном уровне, особенно в таких крупных городах, как Харьков, Одесса, Львов. Думаю, что сейчас и в Днепре что-то происходит, хотя еще пока не ясно, как будет дальше ситуация развиваться. Это формирование локальных политических систем, где мэр действительно может контролировать. Ну, тоже есть плюрализм. В Одессе есть плюрализм свой. Очень специфический, но есть. Но, тем не менее, есть доминирование одной группы, такой плюрализм управляемый. Но это уже локальные политические системы. Они как бы, да, в рамках общеукраинской политической системы, но степень автономии неформально, неофициально очень высокая. В том числе с точки зрения контроля над своей собственной местной информационной системой. Вот это очень важный момент. Но сейчас, извините, обратите внимание. Вот мы уже сколько говорим, но почти не говорим о прогнозах на результат президентских выборах. Еще рано, мы еще встретимся. Ага, вот так, да. Куша отдыхает, Господи. Да, да, да. То ли устали уже от выборов, да. Но вот как-то интересно. Видите, говорю о более серьезных, на самом деле, глубинных вещах и тенденциях. От украинской политической дифференциации. Все началось действительно давно, а обострилось во время Майдана, когда каждый регион решали свою задачу и общее, что договорились между собой губернаторы, бандиты, крупные бизнесмены, когда уже говорят, нас не устраивает, не устойчивость центра. Они правы. Не устойчивость. Мы не хотим ни повторения, ни у себя, ни в группных годах в миллионах. И этот минус, на который такой восторг был, который нас минус, а так насчет рассчитала Россия, он оказался очень странным. То есть вот когда Россия захватила Крым, а потом Донбасс, вдруг какой-то никому неизвестный, благонадежный еврей, который читает там Тору, наверное, по вечерам, Коломойский, вдруг на полном серьезе, почувствовал себя, ну, воителем, то есть, он стал говорить за тысячу долларов, за каждого офицера и так далее, и так далее. Что я хочу сказать? Дело не в Коломойском, а дело в том, что соседние области из Немиртовска не отреагировали, не видим, мы тебе придем на помощь, либо еще что-то такое. Харьков жил в своей доле. Ага. Победили наши, да. А потом приехали какие-то чокнутые победители, мы их отбили, побили, приехали другие. Вот в чем дело. Дальше страшное 2 мая в Одессе, но уже рядом в Херсон Николай говорил, это ваши проблемы. А Винцеск говорит, то есть, с одной стороны, мы дифференцированы, а с другой стороны, это позволило, не позволило, ну, скажем так, внешнему противнику сделать планирование по стране. Обратная сторона вот тех, наочистеных феодальных процессов, которые происходят. Нас спасает наших отечественных. Винницкий никогда не поднимется, если видишь, что что-то в Одессе не так. Поэтому, конечно, непобедима. Нет, другое. Но в результате, если придет, ну, вы говорили о том, что кто победит, кто проиграет, мы не знаем. Если придет политик, который не начнет зарабатывать свои миллиарды, а говорит, мы идем светлым курсом вперед, это требует то, что называется политология общенациональной мобилизации. А у нас этого нет. Как раз из-за этой дифференциации. А это еще возможно или уже нет? Нет, уже невозможно. Ну, никогда не говори никогда. Да, никогда. Кстати, опять-таки, вспоминая историю, Александр аналогию с феодализмом как бы нам обрисовал. Украина не способна собраться в кулак единых своих интеллектуальных, умственных, физических ресурсов. Иногда у нас случалось такое. Попытки были данные. А потом, кто его знает, что будет дальше. Потом, вот опять-таки, после периода феодальной децентрализации, да, может возникнуть потребность в централизованном государстве. То есть, в истории так и случалось? Так случалось. Правда, тут у нас, скажем так, нам где-то впереди ожидают, грядут перемены технологические. Цепочка технологий запускается, технологические изменения, изменение структуры производительных сил и так далее. Экономические изменения очень сильные. Они неизбежно повлияют на политический порядок, на отношения между государствами, на статус самих государств. То есть, мы сейчас многие вещи просто не можем себе вообразить, что будет через 15-20 лет. Мы как бы сейчас, да, в таком специфическом анклаве, да, вот между, там, Евразией по имени Россия, Европейским союзом, переживающим непростой кризис. Да, и у нас такая вот, такие бурные процессы происходят, динамика зашкаливающая и очень противоречивые процессы. Потому что, да, вот эта децентрализация в такой феодальной, полуфеодальной форме, с одной стороны. С другой стороны, нереализованная, желание, потребности, где-то более осознанная, где-то менее связанная и с Евромайданом, и с борьбой с коррупцией. Да, нет общинациональной Украины. Правильно, да. Я, ну, все очень против... Вот такая мозаика противоречивая накладывается друг на друга. Поэтому, какой кластер в этой мозаике возьмет верх и сейчас... Поэтому вот это сейчас длинный электоральный цикл. В этом году президентские, потом парламентские выборы. А потом крайне важные местные выборы. Потому что эти выборы будут вот в условиях децентрализации для местных элит гораздо более важные, чем выборы нынешние. Ну, и, кстати, их важность, на самом деле, многое все-таки будет. Мне кажется, этим циклом, я имею в виду, осень-весна, определяться, потому что кто придет. И, соответственно, какое будет вообще, в принципе, настроение этих победителей. Да, мы строим большое централизованное государство. Мы возвращаемся назад. Мы продолжаем это. Мы вообще кто? Мы зовем куда-то, как словите, или на самом деле, скорее, никуда не зовем. Мы обустраиваем каждую жизнь у себя сам. Обязанность центра, как что-то мне всегда нравится, но на самом деле создать условия для развития. Всех, в том числе регионов, и тогда регионы будут спокойны и счастливы. Но, и тут еще один момент, все-таки, знаете, мы говорим о стране, как отдельно стоящем каком-то образовании. Мы на разрыве, да, нас рвут на части. Вот в это, это все, децентрализация, это все прекрасно. Я почему об этом начал говорить? И рамка управления тоже очень противоречивая. Это все замечательно было бы в той стране, на которую никто не претендует. Да, так как надо. А поскольку она идет на разрыв, то на самом деле процесс этот, мне кажется, он приносит огромные риски. Риски на самом деле распада. Еще не получается чистого эксперимента, да, вот давайте мы всем дадим права и пусть посмотрим, как они организуются. Ни черта не организуются, потому что рвать будут. Разрыва уже нет. Ну, я имею в виду рвать на части, я понимаю, нет, на две части, там одно, второе, я согласен, этого нет. Хорошо, по одной, отрывать по чуть-чуть. Совпали вода и итог. Люди, которые отбирали у нас Донбасс и Крым, умные были люди, сильные, болевые, генералы, офицеры, они молодцы. И они сделали все, они там что-то посчитали, добились какого-то среднего результата, отобрали у нас какую-то территорию. Результат они добились. Да, да, да. Но были другие люди, которые вообще не имели отношения никакой Украине. И так же к России относились очень славно. Это, так сказать, внешняя разведка, МИД и так далее, и так далее. И они в 89-м году подписали с Горбачевым разговор о ракетах среднего и низкого. Казалось бы, какая разница, оказывается, сочетание антиукраинской Украины с ракетами среднего и низкого, и это единственный способ установить контроль над Россией. От российской Украины. Ну, кто это подозревал? Так что никакого дележа не будет. Я с ужасом боюсь, если вот это произойдет. Но подождите, сегодня же появилась информация о том, что в Украине может появиться ракеты, которые будут нацелены на Россию. Вашингтон пост, сегодняшний пост. Это не переписали КП Южная. То есть, понимаете, генерал Герасим сейчас приходит к Путину, говорит, да, у тебя 42 миллиарда, ты крепкий парень. Но почему теперь ракеты с подсчетом 10, он же, помните, в 17 раз повторил подлет. Почему они появляются в Харьков? Сейчас это вспомнили опять. 20 лет не говорили слишком, 30 почти. Давайте прямо скажем, несмотря на то, что есть бывшие жители Харькова, мы будем защищать Харьков намертво, Запорожье, Днепропетровск и так далее. То есть, вот что опасно. Впервые сошлись наши страшные проблемы по поводу войны с какими-то большими геополитическими расчетами. Даже в 2014 году этого не было. Вот что я хочу. Коллеги, я думаю, что тут история с РСМД или ДРСМД, договора о ракете средней и малой дальности, она очень интересна. Она очень сильно повлияет на политическое будущее Украины. Она может повлиять, но я не думаю, что тут будет такое сильное прямое влияние, потому что тут есть китайская тема. Я думаю, как говорят серьезные эксперты, что для американцев это, может быть, главный мотив не Россия с ее новыми ракетами. Там действительно есть претензии очень серьезные у обеих сторон. Кстати, Россия тоже, кстати, и Китай. Правильно, да. Вот я сейчас про это скажу, но Китай. Китай сейчас поднялся, и Китай просто хотят включить в новый договор. Это сейчас будет новая игра, чтобы уже появился новый договор. И чтобы он охватывал большее число участников. Но вот по поводу России и Украины, ну и Запада тоже, естественно, я вот на другое обращу внимание. На самом деле, действительно, мы говорим о наших внутренних процессах, в том числе связанных с выборами, с децентрализацией. Но вот сейчас много говорят о российском влиянии на выборы, но немножко упрощенные политтехнологически. Ну понятно, президентская команда эту тему использует. Влияние есть там, конечно же. Но вот я с российскими коллегами общался в Берлине. Они убедили в обратном? Да нет, не в том, что они меня убедили в обратном. Я ощутил как раз другое. Там тоже непонятно. А что делать с этой Украиной? И как? Ситуация патовая на самом деле. Там нет какой-то вот такой одной доминирующей стратегии. Плана нет для Украины. Да, вот приведу только вопрос. Вот знаете, как детали такие, зарисовки эскизные. Один западный журналист, мне вчера, корпункт в Москве, он там, ну, в связи с нашими выборами, все возбуждены. Тоже такая интрига, непонятка, все очень интересно. Ну, такой триллер, я бы сказал, электоральный. Он говорит, ну, а вот в Москве считают, что победит Порошенко. Как вы убеждены? Ну, я могу говорить, что в Москве так думали и по поводу Януковича, и много чего они думали в свое время. И что получилось? У нас по-другому развивается, чем думают в Москве. Но я к тому, что в Москве есть какие-то свои планы, расчеты. Второй момент. Нет единой Москвы. Там тоже есть конкурирующие по отношению к Донбассу и к Украине. Я называю это плюрализмом башен. Совершенно верно. Ну, и сами россияне об этом говорят. Потому что одни расчеты, например, вот там, ну, есть Сурков, как бы, у которого есть свои локальные задачи, вот эта статья, это изощренная такая лесть в адрес Путина, путинизм, да, долгое время Путина и так далее. Но, а с другой стороны, там ведь явная заявка на то, что Россия должна начать идеологическое контрнаступление и так далее. То есть вот он мнит себя идеологом, как бы, вот этой новой путинской России, ну, и борется за свое место возле Путина. Ну, это Сурков, у которого есть интересы на Донбассе, есть свое видение, как дальше быть с Украиной, с Донбасса. Про Герасимова упомянули. Отмечу одну важную деталь. Герасимов не наш, а Герасимов начальник генштаба российского. Какой он наш? Есть Артур Герасимов. Нет, чтоб не путали, да. Да, он первый уедет. Чтобы зрители не путали, Артур Герасимов, глава фракции ББП. И по сравнению с тем Герасимов наш прикасен. Ну, наш молодец, да, да. Ну, пусть вот он у себя-то вся ниша работает. А я говорю про российского генерала Герасимова, начальника генштаба. Так вот, он уходит. Он уходит по возрасту. И Кирилл уходит. Да, по возрасту. Это еще одна башня отдельно. И Кирилл уходит. То есть там сейчас, на самом деле, проблема 2024 уже с самим Путиным связана. Но я по поводу начальника генштаба. Это просто важный момент, потому что генштаб это одна из башен. Есть еще и ФСБ, ну и вообще спецслужбы. А на смену, там такой клан танкистов, как мне говорили российские коллеги. Так вот, на смену одному танкисту Герасимову, там давно танкисты командуют генштабом, может прийти другой танкист. И немножко безбашенный Чечню прошел еще раньше, там был в горячих точках. И вот как такой человек тоже будет что-то советовать, давать какие-то записки и предложения Путину? Как это может повлиять? Потому что интерес военных продолжать войну. Ну, конечно. Хотя бы малой интенсивности, полигон, можно технику новую испытывать, боевое слаживание частей проводить и так далее. Деньги, это бюджет. Бюджет, совершенно верно. Это борьба за огромный бюджетный кусок. Не слушайте двух гражданских людей. Это не деньги, это люди прожили уже в 90-х годах. Это звание. Это подполковник. И звание тоже. Не-не-не. Виктор, деньги там тоже не последние. Звание важны, звездочки. Звание, звездочки, ординаты. Миллионов уже ничего. Это же не Советский Союз. Нет, ну все. Теперь к звездочке обязательно, пожалуйста, выдачи. В 90-е годы они уже почувствовали вкус. Да, может быть, даже раньше. Там на самом деле это плюоризм существует, все это понятно. Но опасность силового истории, она, конечно, есть. Что бы там ни говорили, потому что 14-й год, на самом деле, как мне рассказывал один человек, который там слышал где-то в коридоре, о том, что на самом деле было предложение по мирному пути, на самом деле не захвата Крыма, никакого идеи. Ну как мирного. Ну Крым как независимое государство. Ну понятно. А потом, да, и не трогать Донбасс. А я спросил, почему так получили? У меня человек сказал, что генералы добежали первыми. И вот эта история, кто первым добежит, она на самом деле очень важная. И вот это тот самый случай, когда на самом деле, да, это лобби может сыграть, тем более, что все-таки возвращаясь деньгам и договоры ДСМД. И, конечно, его расторжение прекрасное для России, для всего класса, для военно-промышленного комплекса, для всего остального, и для американцев. Там тоже счастливы, я думаю, везде. Нет, ну есть, для полноты картины, там есть менее влиятельная группа, конечно, таких условных либералов, ну очень условных. Но это люди, у которых есть как бы интересы, связанные с Западом. Один мой знакомый, называют их либеральные чекисты. Ну вот можно так называть, да. Нет, там, кстати, и в окружении Патина есть такие люди. По ночам они читают Солженица, да. Ну как оно, как и было. Да, вот так вот под одеялом, да, как и было. И слушают Радио Свобода. Это же трагедия, когда сын читает Солженица, он тебе говорит, что ты делаешь, я тебе порнографию дал, а ты Солженица читаешь. А утром он папа. А утром приходит на работу и вынужден делать вот это вот грязное. Да, да, да. Поэтому, да, там тоже свой плюрализм, конечно, присутствует. Но есть наверху один человек. Но тут вот, действительно, я согласен, кто первый добежит, кто, может быть, окажется убедительнее. Поэтому нам про Россию забывать нельзя. И Россия, конечно, будет влиять на нас. Вопрос тактика влияния. Какие будут избирать сценарии. Нам нужен хаос. На самом деле, единственное, что они сейчас могут, ручков-то не так много, потому что все-таки телевизор отключили, вот, и их мало. Единственное, я вижу, то, что я вижу, это создание неуправляемого хаоса. Неуправляемого, просто неуправляемого. Управлять они не могут, они у себя не могут. А мы сказали, чем откликается Украина на это. Тут же локальная самоорганизация. Наша полухаотичность, это внутренняя самоорганизация. Это по-украински, гражданская война. Тут свадьба, тут похороны в соседнем селе. Тут проблема в том, что, когда, например, появится желание у каких-то неформальных вооруженных организаций взять какой-нибудь горсовет, а просто тупо взять с оружием в руках, то на самом деле, пользуясь этой логикой, я, кстати, с этим согласен, что соседняя область на помощь не придет. Спокойно, даже дальше. Он приезжает, хорошо вооруженный, они тут на величие паря, давай везете в качестве объекта Харьковскую область, потому что... Ну хорошо, давай, я тоже против. Да ладно, ну хорошо, давай не надо экспериментовать. Ну соседнюю область, да-да. Проще того, чтобы мне там был Харьков. Хорошо, да, и они победители, все, взяли, выезжают в соседнюю область. И тут стоит гаишник, даишник, да, и говорит, хлопцы, вы куды? Я куды? Мы это вот, соседнюю область, мы тут будем хозяевать? Это же, это много лет назад, я не знаю, помнишь ты или нет, молодой министр внутренних дел, который такой красивый, он нравился многим. И он говорит, так, либо чеченцы отвечают за Киев, либо милиция, то есть не я, а милиция. Если я отвечаю, так я несу ответственность, вот это, это, вы можете меня спросить, куда исчезли люди, что произошло и так далее. А если чеченцы, значит, я, то люди шумные там говорят, ну может быть, вы договоритесь. И административный аппарат не может действовать в таких режимах. Видимо, кто-то другой может действовать в таких режимах. Подводное плавание, чекисты там, понимаете, артисты, там, черные лебеди, но они генералы. Он не может сидеть, он не может сидеть за одним столом у президента с чеченцем. Ну пусть чеченец хороший, но пусть он будет с этим. И не получится. Ты же помнишь, ничего не получилось. В один прекрасный день президент говорит, ну так давай, гони их отсюда. Но это при Кучме. Мы с тобой это не говорили. Не, ну я догадался. Других это быть не могло просто. Там мы договорились. Да, да. Вот. Я хочу просто сказать, когда административная сила с мягкой силой, пусть и сильной, не получается посадить их в какую-то схему. Воровать, пожалуйста. Женить дочерей и сыновей, пожалуйста. Отправлять обоих в Лондон в один и тот же колледж, отлично. Но выполнять непосредственно обязанности не получается. Ну, можно вам вопрос? Вот все же обсуждают, что будет война между силовиками и как это повлияет на выборы. Она немножко уже есть. Но вот вы же опытные, вы же видели это в разных силовиков, много поколений украинских силовиков. Да, пока холодно это скорее. Да, это же люди очень интересуются. Вы мне расскажите. Что бы я на месте президента Порошенко сделал? Оделся бы в большую камляжную форму. Ну, принял бы, конечно, 150 грамм. Так он уже периодически одевается. Подожди, не, взял большой парабеллум. Он такой, чтобы он был, конечно, не болтался у него по нижней части тела. Потому что это неправильно. Он берет очень большой, ну, нельзя такой, где он насмотрелся этого. Наоборот, надо маленький, так, чтобы ты красиво выглядел. А он берет пистолет. Виктор все-таки хочет вернуться на роль политтехнолога Петра Алексеевича. Да, да, да. А он берет такой огромный парабеллум, который бы не диссонировал с животом. Это правильно. И вот он должен прийти к Аваку и сказать, руки вверх, Аваков. Я Украина, я единственный. И Аваков должен сдаться. Так вот, вот такие вот идиотские схемы, когда кто-то другого захочет между двумя выборами избавиться, может вызовет то, о чем мы даже не догадываемся, стрельбу. Вот это плохо. Вот это мне не хочется. Но тут будет, кстати, вот такая вот точка. И не только, я привел пример. Помните, как там были у нас трения между НАБУ и Генпрокуратурой? И задержание. Но то институциональные стрельбы не дойдет. Но вот будут ли попытки задержания представителя конкурирующего ведомства при том или ином нарушении законе, может быть, он там не будет в гражданских, в гражданских форме, а его попытаются задержать. Вот это будет проверка. Дойдет дело до прямого столкновения? Будет ли попытка, не попытка, а, скажем так, риск перехода от холодной войны горячий? Именно вот вероятной ситуации задержания. Ну, знаете, конкуренции силовых веном, конечно, смотрю, если зрение, это штука не очень хорошая, неэффективная для государства. Хотя, хотя, безусловно, тут, значит, у нас же все гибридное. С одной стороны, это так, с другой стороны, с мемористами. Хорошо, а если бы все эти органы были в одном и там же, в одних и тех же руках, причем не очень чисто, было бы, наверное, все-таки хуже. Поэтому из двух зол выбираем меньше. А меньше зло, это на самом деле их конкуренции. Но, в самом деле, вообще в выборный период. Я сейчас не говорю про мирное время. И сейчас, конечно, все это идет. И в регионах, значит, некоторые сотрудники одного ведомства приходят другим и говорят, ну что, ребята, крышуете еще? Да, у нас все записано. Поэтому, если вы, ребята, будете баловаться со своими вот этими чистыми выборами, захватывать и фиксировать это дело, то, естественно, выползет история по вашей контрабанде или что-то еще. Этот процесс уже идет. Но есть, извините, Александр, но просто я уже слышал, что якобы, тут не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, но якобы, уже есть некое обещание. За каждого схваченного за руку представителя правоохранительных органов МВД, полиция, да, звездочка на погоны. Кто-то же заставил. То есть какой-то стимул. Нет, есть, есть. За что купил, за то продают. Слухи есть. Слухи есть. Поэтому все это будет происходить больше того. Стрельба может быть и на уровне региональном, когда сдуру кто-то в кого-то разрядит, и на уровне центральном, когда это не сдуру, когда это просто будет какая-то там спецоперация. Просто на местном уровне, вот мы как-то это упустили, но очень часто, вот, кстати, история в Херсоне это лишний раз показала. Да, есть какие-то там трения иногда, в том числе ведомственные противоречия, но очень часто эти местные кланы, они как бы друг друга все знают. Да, постоянная телефонная связь, там областной или городской прокурор постоянно на связи с начальником милиции, СБУ и так далее. Друг другу ходят на дни рождения и прочие праздники. Вот пример. Саша, может быть, не помнит, а может быть, сейчас помнит. При Катми был вариант. Выпивший генерал СБУ, высокий уровень, начальник аналитического управления и так далее. И его установили ГАИшник. ГАИшник говорит, да нихеря. Да, я требую, вот да и все. Этот закрывает двери, тот вызывает охрану, приезжают еще три команды, тот по телефону звонит, приезжает, как у них там авангард, вымпел, как это главные силовики, Альфа, 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 но все, прекрасно получив утро информации, знали, что последствий не будет, что это не бытовой конфликт, но это конфликт, хотя внешний, а вот сейчас такой бытовой конфликт, кто кому Рабинович, вот в чем дело. И мы все были спокойны, понимали, да, нехорошо, попался этот, эти так себя не вели, а он вызвал, а те вызвали, а те положили их в грязь, вот это очень важно, понимаешь, милицию положить в грязь, значит, мы уже крутые, а милиция говорит, ну мы теперь будем эту машину, ничего вы такого не сделаете, но все понимали, что нет угрозы, это конфликт, который где-то к 12 часам дня уже рассосался, вот в чем проблема. Еще один риск, дело в том, что в этой все разборки включаются, как вы уже сегодня говорили, не просто штатные сотрудники этих ведомств, а еще и их добровольные народные помощники из разных организаций, все примерно одинаковых, но просто называемых по-разному и к разным ведомствам относящихся. Поэтому, когда мы вооруженных активистов начнут мочить друг друга, кстати, как минимум палками, как максимум травматами, я думаю, что это тоже будет, потому что и у тех, и у тех, и с одной и с другой стороны этих вооруженных активистов навалом. Саша постеснялся сказать самое главное, что вполне возможно, что обычный украинский полковник одновременно может быть младшим лейтенантом Кантемировской дивизии. Он имел в виду другое. Я знаю, но я хочу сказать, когда внешние факторы будут подключать конфликты, внешние факторы будут включать свои силы для формирования зоны напряженности в определенной ситуации. Нет, эти тоже, конечно, все эти будут работать, все это ясно. Дело в том, что у нас столько желающих купить вот этих народных активистов с дубинками, что там, по-моему, русским надо в очереди стать. Даже не надо покупать. Не достояться. Там часто есть связи давние, личностные, полуинституциональные. Ну, вот, приду пример. Недавняя история с полицией, с возгласом «Ложись Бандера». Там шла речь о С-14, да, то есть конфликт, кто нападал на… просто, чтобы было понятно, вот это контекстно. Вот это дело. С-14 – организация, которую хорошо знают на Западе, организация своей репутации. Послы очень нервничают. Они знают уже, они знают про нацдружины, связанные с нацкорпусом, ну, потому что те ходят, униформа, и пугают послов, потому что все в центре города. Идеи те ходят, идеи те бывают. А С-14 еще нападает на лагеря ромов, и там разные устраивают перформансы. Но у Запада есть контакты с этими… Нет, то, что есть контакты, но на Западе знают, а тут я просто могу даже сослаться, мне рассказал журналист, если не ошибаюсь, Associated Press, это задолго до этих событий, еще в прошлом году, мне рассказывал, он просто был потрясен. Я, как, беру интервью у небезвестного руководителя С-14, выпускника, кстати, философского факультета Киевского госуниверситета, да, такой радикальный, идейный националист с российскими даже убеждениями. И он российскими, расистскими, не российскими, а расистскими. Это у нас есть нервы? Да, да, нет, таких хватает тоже, и не только в С-14, и в других, да. Так он просто был в шоке, потому что тот чуть ли не открытым текстом говорит, а чего вы к нам привязались? Мы находимся, как бы, в тесном взаимодействии Службы безопасности Украины. Чуть ли не открытым текстом. Это господин Карась сказал, да, глава С-14. Я к чему привожу, только вот, как бы, деталь, нюанс, но это показывает, что, ну, это давно известно, это и у нас, и в той же России, правоохранительные органы, особенно вот там ФСБ, у нас СБУ, всегда контролировали разные радикальные организации. Всегда контролировали. Тот же Трезуб, который в свое время способствовал появлению правого сектора, эта организация была, ну, можно сказать, почти домашняя, подконтрольная, службы безопасности, да, и не случайно у небезызвестного господина Яроша очень тесные личные дружеские отношения были с господином Наливаченко, ну, и там с некоторыми другими. Поэтому, чему мы удивляемся? А сейчас это все просто приняло гораздо более широкий масштаб, вот то, о чем говорит Александр, есть же масса вот этих так называемых тетушек, а сейчас там охранные фирмы, все эти семенченки, бывшие батальоны, они уже имеют официальный юридический статус, и были девочки по вызову, а теперь у нас мальчики по вызову, но мальчики с дубинками, да, которые... Многие мальчики фронт прошли. Да, фронт прошли, вот в чем опасность. Я хочу обобщить это, обобщить, но, может быть, нет хорошей жизни, хотя мы начали красиво с весны и так далее, еще немножко думал, что у нас сегодня разница. Но весной бывают заморозки и разные перфорвации. В политологии, и я думаю, меня коллеги поддержат, называется «Веймарская воронка», это очень плохо, когда институты власти истончаются, и большую роль, во многом непонятную, странную, секретную, несекретную, глупую, зарабатывают или нет, играют в военизированное образование, которые до конца не знают своих интересов. Просто они не могут это понять, потому что нужны годы для того, чтобы субъект политической деятельности формы. И это называется «Веймарская воронка». И наша задача, чтобы эта «Веймарская воронка» не стала украинским... Воронкой для Украины. Воронкой для Украины, да. Кстати, повторяю, какой бы умный интеллектуал не сидел, какой бы он чиновник не был, если воронка заработала, ты можешь только рефлексировать, это не поможет. Дай Бог, да. А я напомню еще, опять-таки, про ветеранов, вот вспомнили, надо тоже понимать факторы ветеранов. Потому что, вспоминая историю, Германия, Италия и Муссолини Витлер поднимались на ветеранских движениях. Серьез? Да, именно на ветеранских движениях. Ядро штурмовиков Германии, ядро чернорубашечников в Италии. И Великобритании только на ветеранских движениях. Понимая ценные ветеранские движения, ставлю свою секретаршу, бывшую, красивая, сочная, красивая очень женщина. Ну, не обижай Еру Фрис, не обижай ее. Это прекрасная мужская ценка. Ну, это министерство такое дело. Не, не, не такое дело, оно будет участвовать по всех мероприятиях. Я тебе уверяю, не будет оно участвовать. Я согласен. Это совершенно немножко другая история. Пожалели Порошенко. Пожалели. Нет, это не тонкий политический замысел. Поверь мне. Это такое дело. А я просто хочу напомнить. Помните, у Тиммити Снайдера в последней книге, о которой мы все время создали, там есть одна отдельная глава по роли парамеритарных организаций в современном мире. Один из рисков и угроз для 21-го столетия. И он прямо пишет, да, не только не пишение к Украине, а вообще, что как только государство начинает использовать парамеритарные организации, это ведет к его распаду. Прямо четко и написано. Надо об этом постоянно напоминать. Мы как-то вот слишком забываем об уроках других государств. А это касается и нас, поэтому правильно Виктор вспомнил про Веморскую воронку. Да, вот теперь вот ловушка связана с парамилитарными организациями, то есть про все эти вот цепочки, они связаны между собой. Мы должны помнить, озвучивать это, напоминать нашим разным большим начальникам и во властных кабинетах и в оппозициях, чтобы они не повторяли ошибок. Поэтому я говорил, когда о мобилизации, я не только о светлом будущем и реформах, о том, что может ли центральная власть, беря на себя ответственность, избавиться от каких-то, но не ночь длинных ножей, не хрустальная ночь, конечно нет, а одновременно избавиться от каких-то парамилитарных образований, которые опасны в разной степени. Я думаю, что уже нет. Вот вам другой пример. 1995 год, я думаю, что Александр это может помнить. Вдруг неожиданно для Кучмы, для Горбулина, для тех, кто там был, оказалось, что Крым собирается отделяться. У них там президент какой-то. Это Мешков, да? Да, Мешков, да. Хорошо, что это был один регион, и туда выехали люди, и от 4 ночи до 6 утра поменяли начальника милиции, СБУ и так далее. Оказалось этого достаточным, чтобы план… А как сейчас будет? Два фактора. Во-первых, центральная власть очень оперативно и эффективно отреагировала. Во-вторых, Россия тогда так не вмешивалась. Они не ожидают. А в 2014 году у нас получилось прямо наоборот. Наоборот, да. Центральная власть была в разобранном состоянии, силовые структуры были деморализованы, они в себя пришли, даже в апреле не пришли, из-за чего и Донбасс появился. Да. И Россия вмешалась. Кстати, Горяев был президентом Крыма тогда, это был первый приход к власти несистемного политика на территории Украины. Потому что Юрий Мешков был абсолютно несистемным политиком. Больше того, его конкурент Багров Николай Васильевич поддерживался и Россией, и Украиной. Он был совместным кандидатом. У него было все хорошо. Он вообще был хороший мужик. И, кстати, проиграл точно так же тогда. Нам, может быть, повезло с Даниловичем. Извините, что я перебиваю, да. Но тогда же Лукашенко тоже победил как несистемный политик. Конечно. Нет. Так вот, дело в том, что, понимаете, это все время, тоже было время прихода несистемных политиков, кстати говоря. И похоже оно на нас сейчас, потому что все-таки, когда идут сломы такие большие, геополитические, страны разрушаются, разрушатся Советский Союз, и никто не мог понять, что происходит. Я помню прекрасно, Багрова готовили к выборам. Все прекрасно были уверены, что он победит. Потому что еще Москвы и Киевом поддерживают. Ну конечно. И тут, понимаешь, этот хоть бы свой Александр Григорьевич был. А тут приезжает из Москвы какой-то непонятный чувак, совершенно. Лукашенко все-таки был, знаешь, колхозник такой. А этот непонятный же чувак, с рюзачком, рассказывает, что мы сейчас переведем часы на московское время, и в принципе, больше, по большому счету, ничего не обещает. И никто не ожидал, социологов уже чего-то не было. Я помню, звоню тогда своему корреспонденту в Крыму в день выборов спокойно, говорю, ну как там дела, все нормально. Он говорит, да, все нормально, народ как подорванный, голосует за мешков. И никакие комиссии, никакие райисполкомы, никакая власть ничего не могла, не смогла сделать. Но до того, как Леонид Данилович Кучма занимался наведением порядка. Я же напомню, что это дальше было. А дальше он начал распускать парламент. Да, крымский парламент, где сидели точно такие же промосковские люди, как и они, а некоторые из них сейчас сенатор Совета Федерации, член Совета Федерации в Москве, от Крыма. Он тогда их распустил, а они не распускались. Правда, все звонили в Киеве, спрашивали, просили поддержки, это правда. Он сидел в захваченном Верховном Совете Крыма, я просто там очень хорошо это помню, они напротив через скверик в прокуратуре и строили козни друг другу. И пытались перехватывать вот эти города, кто кому подчиняется. И в итоге вот эти все ребята, которые сейчас в Совете Федерации, они победили. На самом деле они его ликвидировали как политическую фигуру. Это случай, когда системные, если их можно назвать системными, там Цекова, например, да, системные пророссийские политики съели не системного пророссийского политика. Просто съели и выкинули. Потому что когда уже Кучма в это дело влез, это уже все был решенный вопрос, потому что власть была реально у них. Потому что они прихватили все эти госсоветы, Алушт, Ялт и всех остальных. Так вот, к вопросу о том, что такое не системный политик, результат его победы. То есть мы на самом деле говорим о Зеленском, а не о этом. Мы просто говорим, что может через 20 лет, 25 лет сделать несистемную политику. Я перевожу на русский язык то, что сказал мой коллега на Украинском. Тут история поражения несистемного политика. На самом деле, что не можно сделать несистемной политикой, когда он приходит к власти. Если он действует неадекватно, то… Если он не становится частью системы. Извинения в стране. И конструктивные. Конструктивные. Весенние, ободряющие. Не, но Зеленский как феномен, как партия однодневки. Вот Зеленский, можно отнести его феномен? Люда, Люда. Проекты под выборы, нет? Я боюсь, что это не партия однодневки. Кстати, про Лукашенко вспомнили? Да. Мы не знаем, если он вдруг выигрывает выбор. Мы еще тоже не знаем. Всякое может быть, потому что там фактор явки очень важен. Но если он вдруг выигрывает выбор, становится президентом. Мы же не знаем психологически, насколько он готов, выдержит, все это, что на него свалится. Второе, за ним куча будет людей, групп влияний, самых разных, которые тоже будут на него влиять. Плюс будет сопротивление. Вот пример с Лукашенко мы вспомнили. Я вот общался с белорусскими коллегами, читал там некоторые мемуары. Его, на самом деле, в этом году многие не воспринимали, как однодневку. Ну, победил странный субъект, странный персонаж. Да, через какое-то время все закончится. Да, он приходил, мотылек, сгорит, да он одиночка. А что получилось? Александр Григорьевич до сих пор? Здравствуйте. Ну, сейчас, правда, вызов. Фактически одиночкой осталась. Ну, не совсем. Нет? Вот то, о чем сказал Александр. Это тот случай, когда несистемный политик быстро встроился в систему. Я бы сказал, он ее сформировал. Может быть. Он ее построил. В Белоруссии, на самом деле, никакой системы не было. В принципе, в школе не было страны. Нет, не были остатки советские. Остатки советские. Но, на самом деле, он ее перестроил под себя всю. Да, да. Построил, да. Причем, случаи были разные. При Роспаде Советского Союза, я же напомню. Там в разных республиках приходили разные политики. Да, да. Помните, такой Эльчибей был. Президент Азербайджана. Да, да, да. Это тяжелый случай. Проиграл, проиграл. Совершенно верно. Он просто проиграл и проиграл войну и вообще. Давай сразу расскажем. Зеленский не Эльчибей. Не, не Эльчибей. Ну, и не Лукашенко, я думаю. Эльчибей был очень идеологический, но Каширинский не Эльчибей. Мы договорились. Эльчинский? Насчет Каширинского не знаю. Но я думаю, что поскольку он президентом Эльчибеем не станет в итоге, то и ладно. Да, да, да. Не его время. Но я к тому, что каждая страна, тут налоги, конечно, хромает, потому что у каждой страны свои условия, все свое. Плюс мы не знаем, опять-таки, потому что мы знаем публичного Зеленского, как шоумена, как актера, а каким он будет политиком и каким будет его политическое окружение, мы не знаем. Представляете, что происходит? Поэтому это загадка, задачка со многим неизвестной. Мы все уезжаем на дорогие курорты. Все уезжаем, да. Ну или не на дорогие. Не на дорогие, но тогда не все. А в это время происходит странная вещь. Президентом становится Зеленский, он садит в тюрьму… Виктор Виктор, мы поедем только после выборов. Да, да, конечно, конечно. Он садит в тюрьму в одну камеру Порошенко и Коломойского. А передачки носит им бывший глава Национального банка, это Жиночка, как ее? Гондарева. Почему? Она в соседней камере, я думаю, будет. Не-не-не, потому что для Коломойска очень важно, какие там суды происходят же с Пинчуком, с другими и так далее. А Юлия Владимировна Тимошенко, очухавшись, что она не стала президентом, стала лидером парламентского большинства и реализует свою программу обновления Украины. А потом премьер-министром, да. Кстати, этот сценарий уже очень серьезно рассматривается, анализируется. Это все хорошо, если только покинем территорию государства Израиля и приедем в Украину. Маленькая подробность, иначе все-таки будет разное здание. Нет, а Зеленскому скажет, давай вместе будем пытать Порошенко, и тот приедет. Ну, если он уже, знаешь, у нас все-таки свободное передвижение… Не-не-не, Зеленский затянет его сюда. Дело не в этом, дело не в Зеленском. Дело не в желании. Может желание-то и будет. Одно дело – желание, а второе – возможности. Понимаешь, может так получиться, что не получится у них соединить его в одной камере. Только в одной камере. Это очень важно для страны. Нет, понятно. Технически может не получиться, потому что там может быть проблема с передвижением из одной страны в другую. Ну, просто технические проблемы. Прагматика, романтик. Да, я опускаю на землю, потому что… Да, обратите внимание, он говорит, удастся ли затянуть сюда Коломойского, а я думаю, сбежит ли Порошенко. Вот мы как бы о разном говорим. Я романтик. А, в этом смысле? А-а-а… Не, ну я пошутил. Я тоже. Приедет, конечно. Да, Игорь Малерьевич не обижается, не принимает сырье. Да, конечно. Да, не, я тоже пошутил. Как приедет? Вы прекрасно знаете, они встретятся в хорошем, где-нибудь уютном кафе в Вене. Вот, кстати, в это я очень верю. И спокойненько будете… А почему? Не обязательно верить. Где-нибудь, я не знаю, в хате или… И Коломольки в характере, в еврейской манере сказать, оно тебе надо было. То есть первый рабочий визит… Вот в это я верю гораздо больше. Володя, так что первый рабочий визит президента будет в Хайфу, да? Не знаю, не знаю. Ну ладно. Кстати, это очень симптоматично, на самом деле. Потому что я вот помню на первый визит Ющенко, потому что это обсуждалось, да-да-да, в Москву. Это было просто… надо было показать, что я не против. Ну и чем это я закончил? Все равно конфликтом с Москвой. У Януковича вроде бы наоборот. Там в сторону Запада были реверансы, да. И готовились специально, искали, какой подарок сделать американским властям. Нашли там где-то неоприходованный уран, да. И сделали подарок американцам перед ядерным саммитом. И чем закончилось? Я… Поэтому первый визит, на самом деле, ни о чем не говорила… Нет, просто дело в том, что страна не имеет… Государство не имеет значения, не имеет значения город. Я причем сказал Кайфу. А не в страну Израиль, конечно. Я под конец. Ну посмотрим. Вот интересная версия. Появится новый президент. Помню, мы с Фисенко встречаемся с одним из очень близких человеков одного президента. Он… И мы хихикаем, но потом… О, то ли он выдавил из себя, то ли я стал мужественным, я уже не помню. И мы говорим, а план у вас есть? Тот говорит, ну сейф есть. И там что-то лежит. Бешено хохочется. Я что-то мурлыкаю. И мы говорим, нет, ну план. Ну вот полгода прошло. У вас план есть в президентском? Он говорит, ну сейф есть. Наверное, там есть план. А как было? А вы тогда для чего? А вы советники для чего? Он поворачивает. Так вы думаете? И мы с ним в ужасе поняли, что плана никакого нет. План – это вы. Уже прошло 6 месяцев, страна ждет. Вот так вот, что сейчас начнется какое-то светлое будущее. Оказывается, никакого плана нет. При этом надо учитывать, что в этом вроде бы начавшемся светлом будущем уже начиналась драка бульдогов под ковром. Причем, значит, помимо команды в одном кабинете была команда в кабинете премьера, которые между собой сошлись в жесткой схватке. А в окружении у президента там тоже своя внутренняя схватка шла. Да, 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 да. Поэтому… Глава СЛБО – найдите какое-то страшное имя для Турчинова. Это чудовище. Я говорю – 10 тысяч долларов. У нас проблемы, да. Завтра утром все будет. Это Виктор озвучивает гонорар для тех, кто обратился после эфира. Да, я говорю – пастор. Он говорит – а что такое пастор? Что такое пастор? Я говорю – это его святая… Да что такое пастор? Что такое пастор? Я говорю – 10 тысяч долларов. Что вы про меня говорите? Через три дня смотрю, удивленные, большие, светлые глаза. Турчина говорит – я еще не пастор. И тут Порошенко говорит – сработало. Вот так появилось прозвище, которое сейчас использует российская пропаганда. А 10 тысяч долларов вынесем за скобки. Конечно. Это пошло детям… На благотворительность. На благотворительность. Да, да. Нет, ну что вы, что вы. Вообще ни о чем нет. Не хочется заканчивать вот честно эту программу. Я подумала, может еще разок соберемся перед выборами. Очень проще. Нет, тут вопрос. Перед выборами лучше после выборов. А после выборов само собой. Да, да. Потому что вы говорите через месяц. Представляете, значит, мы собираемся, что-то думаем. А тут появляются основные кандидаты. Юлия Владимировна говорит – уйдите отсюда. Нам есть что сказать друг другу. На самом деле очень хорошая тема – это суббота перед выборами. Потому что мы можем говорить, как кампания прошла, не агитируя никого. Да, да. Надо, чтобы… Вот, собственно, воскресенье. Суббота – День тишины. Мы не будем агитировать. Правда? Правильно. Плюс намеки. Намеки. Как я помню, там некоторые журналисты, сейчас уже народные депутаты. Я помню, как писал, значит, партия конфет против… Да, да, да. Да, да. Вот, вот. Да, да, да. А я имею в виду в субботу еще, когда Резин Половнял, воскресенье будет не очередь. Ну, тем не менее, тоже какие-то данные… А по варианту, что почему Зеленский снялся с выборов, мы и не будем обсуждать. Правильно? Почему снялся Зеленский, Порошенко и Тимошенко, да? Все снялись. И победит сверху. Нет, дорога единому кандидату. Нет, нет. Единому кандидату. Так уже озвучили. Мы уже озвучили. Да, это сам по предложению. Я хочу первое сказать. На выборы, в любом случае, по многим обстоятельствам, и за эти полтора часа, люди, я думаю, многие поняли, придут Тимошенко и Порошенко. Я все-таки… На выборы придут? Не, 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 я бы Зеленского не сбрасывал. Выгод два человека. Не, 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 Александр вот тут очень хорошо озвучил, что эти выборы… Мне тут мысли очень нравятся, я ее поддерживаю, что эти выборы – очень важный шанс для очень многих людей прийти. И не просто там о своих интересах или недовольствия вызовите фигу, вынуть из кармана и продемонстрировать бюллетени. И опустить ее в журнал. Да, да, да. Поэтому я думаю, что шанс из Юзеленского. Украина сложный очень организм. Очень сложный организм. Если вы послушаете это потом, это может произойти. Может, может. Нет, прямо сейчас. Нет, прямо сегодня. Вот прямо сейчас. В данный момент? Вот просто в данный момент. Ну что, это поменяет? Нет, нет. Если объединяться… То что? А если еще и Вакарчук поддержит… То что? То тогда вместо тройки мы увидим четверку в борьбе за второй тур. Ну там цифры показывают, что в общем он будет четвертым надежно и с небольшим отставанием от двое-трое-третьего, скажем так. А четвертым? Отставанием, но небольшим. Четвертым, но с отставанием все-таки. Ну, шанс есть. Побороться, да, появится. Ну, как четвертым. Ну, вот на этой интриге мы, наверное, заканчиваем нашу сегодняшнюю программу. Очень хотелось бы. Если честно, мне это совсем понравилось. У меня еще где-то пару часиков поговорило. Но предлагаю еще обязательно до выборов встретиться, потому что на самом деле ведь интересно. Спасибо вам огромное. Спасибо, что вы сегодня к нам выбрались. Спасибо вам. Спасибо за это все. Спасибо большое. Я считаю, что это идеально. Это стимулировало наш брейнсторминг. Да, и вообще размышления о глубинной сути политических вопросов в Украине. Вообще, таким должно быть телевидение. Вы знаете, мне повезло. Вот таким должно быть телевидение. Мне повезло. Мои друзья говорили больше, чем я, поэтому я больше пил и ел. Поэтому, вы знаете, я получил больше удовольствия. На самом деле, в советское время, мы все помним, в те времена было такое понятие кухня, где можно было сесть, поговорить серьезно, за жизнь, в том числе под хороший напиток. Раньше они, правда, были не такие хорошие, как сейчас у вас. И закускам нынешним тогда бы позавидовали многие. Кстати, картошка с селедкой тоже хороший вариант. Тоже, тоже, да. Но я думаю, что вот это было очень органично. Это создало нам хороший повод и хороший стимул очень серьезно поговорить о серьезных вещах. Тем более, Володя второй раз уже, он привык. Ты не первый. Спасибо. Спасибо вам огромное. Спасибо вам. Спасибо. Виктор Небоженко, Владимир Хисенко и Александр Мартыненко были сегодня у нас в гостях, за что им огромное спасибо. И, конечно, оставайтесь с нами. Спасибо.